Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 26 апреля, в неделю вторую по Пасхе апостола Фомы, Православная Церковь совершает память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Священномученик Артемон родился в первой половине III века в Лаодикий, Сирийской, от христианских родителей. С юных лет он посвятил себя служению Церкви. В 16-летнем возрасте святой был поставлен чтецом и в этом звании трудился в течение 12 лет. За усердие к божественным службам святитель Сесиний возвел его в Сан-Диакона. С такой же ревностью и старанием святой Артемон исполнял это служение в течение 28 лет, после чего был рукоположен в априсвитера. В этом сане святой Артемон служил в Церкви Божией 33 года, проповедуя христианскую веру среди язычников. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, святой Артемон был уже старцем. Император издал указ, чтобы все христиане принесли жертвы идолам. Святитель Сесиний, узнав о скором прибытии в Лаодикийскую область, военачальника Патрикия вместе со священником Артемоном проник в капище богини Артемиды. Там они разбили и сожгли идолов. Затем святитель Сесиний и святой Артемон собрали паству в Церкви и горячо убеждали христиан оставаться твердыми в вере и не страшиться угроз мучителей. Прибыв в Лаодикийю, Патрикий устроил пятидневные торжества в честь языческих богов, а затем направился в капище Артемиды для принесения жертвы. Он узнал, кто разрушил капище, и с отрядом воинов направился к церкви, где молились христиане. Не дойдя до церкви, Патрикий почувствовал внезапный озноб, а затем жар, так что его пришлось еле живого внести в первый находившийся на пути дом. «Христиане прокляли меня, и это их Бог мучит меня», сказал он приближенным. Мольбы Патрикия к идолам не облегчили его страданий. Он послал гонца к святителю Сесинию и просил его помощи, обещая в благодарность сделать золотую статую епископа. «Святитель ответил, золото твое да будет с тобою, а если хочешь исцелиться, уверуй во Христа». Патрикий испугался смерти и объявил, что верует во Христа. По молитве святителя Сесиния болезнь оставила его, но совершившееся чудо не изменило закоснелой души язычника. Хотя он не тронул святителя Сесиния, однако отправился выполнять императорский указ к другим христианам в город Кесарию. По пути он встретил старца, за которым шли попарно шесть диких ослов и два оленя. Это был священник Артемон. На вопрос Патрикия, как он смог повести за собой диких зверей, святой Артемон ответил, что Христову имени повинуется все в мире, и для истинной веры во Христа нет ничего невозможного. Патрикий узнал от язычников, что встреченный на пути старец тот самый Артемон, который разрушил капище Артемиды. Он приказал схватить его и отвезти в город Кесарию. Святой Артемон без страха последовал за войнами, а животным приказал идти к святителю Сесинию. Один из оленей получил от Бога дар слова и рассказал святителю, что случилось со святым Артемоном. Святитель послал ему в Кесарию благословение и просвару через диакона. В Кесарии Патрикий вызвал святого Артемона на суд и стал принуждать его принести жертву в капище Асклепия. В том капище жило множество ядовитых змей. Жрецы никогда не открывали дверей, не принеся предварительно жертву идолу. Но святой Артемон, призвав имя Иисуса Христа, без всякого страха вошел в капище и вывел оттуда множество змей. Язычники обратились в бегство, но святой остановил их и своим дуновением умертвил змей. Один из жрецов Виталий уверовал во Христа и просил святого Артемона крестить его. Патрикий думал, что святой Артемон умертвил змей волхвованием и снова стал допрашивать его и истязать. В то время в Кесарию прибежал олень, говоривший со святителем Сесинием. Олень стал лизать стопы мученика, а затем снова, получив от Бога дар слова, обличил Патрикия, предсказав ему скорую смерть в кипящем котле. Патрикий испугался, что чудеса, совершаемые святым Артемоном, привлекут к нему еще больше народа, и приказал казнить его. Огромный котел наполнили кипящей смолой, воины должны были бросить туда святого Артемона, но когда Патрикий подъехал на коне к котлу, желая проверить, кипит ли смола, два ангела, видя орлов, схватили его самого и бросили его в котел, а мученик Артемон остался жив. По молитве святого из земли исшел и родник, в котором он крестил жреца Виталия и многих язычников, уверовавших во Христа. На следующее утро святой Артемон причастил новокрещенных святых тайн. Епископ Кисарийский пришел приветствовать святого Артемона. Он отметил место, где страдал мученик, и впоследствии основал здесь церковь. Многие крестившиеся были посвящены водиаконов и священников, а Виталий поставлен епископом палестинским. Священномученик Артемон по зову божественного гласа пошел с проповедью Евангелия в Осию, в селение Вули. По дороге его восхитил ангел и перенес в открытое ему видение селения. Там он многих обратил к вере во Христа. Язычники схватили святого и отсекли ему голову. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Крискента из Мир Ликийских, мученицы Фомаиды Египетской, преподобно мученице Марфы Тестовой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, много вам и благая лето. Воистину воскресе Христос!